здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня я расскажу в этом видео что необходимо сделать сразу после появления всходов томатов и чего делать нельзя перед вами сейчас кассета с посевами томатов которые мы провели 6 дней назад 4 дня назад появились сходы ну и сейчас уже рассада в таком развитии схожесть этих двух гибридов кстати выращиваем два гибрида agilis и belford это высокорослые томаты всхожесть 91 процент в принципе неплохо но я вижу что еще некоторые петелечки в кассетах которые не появились на поверхность уже появляются то есть я думаю всхожесть будет порядка 96 процентов что мы сделали сразу же очень важно не пропустить момент когда всходы начали появляться над поверхностью обычно происходит так что всходы появляются в ночное время и если мы вовремя не уберем пленку которые были накрыты эти посевы то к утру уже растения могут быть наклоненные прижатые пленкой поэтому с вечера когда ожидаете всходы свои осматривайте внимательно если петельки начинают появляться то либо приподнимите укрытие либо его лучше вообще убрать для того чтобы не допустить полигания посевов и прижатие пленкой либо стеклами это очень важно потом тяжело растению будет распрямиться они распрямятся конечно но произойдет задержка в развитии второй момент очень важный сразу после всходов убираем посевы в другой температурный режим а именно сейчас у нас находится в температурном режиме 18-19 градусов если бы была возможность мы бы даже опустили температуру до 17 градусов ниже опускать не стоит температуру 12-14 градусов это уже будет перебор замедляются процессы поглощения корневой системой элементов питания из почвы и растения будут тормозиться в росте это не совсем хорошо затем обеспечиваем на протяжении первых двух недель жизни наши всходы круглосуточной досветкой первые две недели но это применимо к моим люминесцентным лампам друзья кому интересно какими лампами я пользуюсь в мини-тепличке ссылочку под этим видео я оставлю внимательно посмотрите характеристики этих ламп на какую площадь они у меня светят и так далее если у кого-то вдруг другие лампы возможно фито лампы возможно больше мощность ламп то смотрите уже по обстановке потому что пересвечивание тоже негативно может влиять на наши растения вот именно для моих вам две недели это уже проверено отлично растения развиваются затем уже начинаем прерывать на ночь период покоя в ночное время растениям необходим и так три момента которые необходимо сделать сразу после всходов это убрать сразу же пленку это понизить температуру и обеспечить растения круглосуточной досветкой на протяжении первого периода развития чего не следует делать со всходами вот к этим растениям применять какие-либо подкормки сейчас нельзя не нужно и вредно для самих растений пока не появятся настоящие листочки нам здесь подкормками делать нечего проводим только умеренные поливы чтобы почва была слегка влажная но не перелита кстати почву которую производили посев у нас чистый субстрат классман но можете другие субстраты использовать почва главное чтобы была легкая рыхлая это очень важно для воздушного питания корневой системы если почва будет плотная то и корню будет у молодых саженцев развиваться труднее и не будет питания кислорода не будет у корневых окончаний вы это наверное знаете и без меня и друзья что еще нельзя делать это применять к такой маленькой рассаде различные препараты так называемые ингибиторы то есть подавители роста которые задерживают развитие растений сейчас вообще вот в таком развитии важно не допустить начала вытягивания под семидольного колена вот именно молодая рассада может так потянуться быстро что мы не успеем и оглянуться досветка понижение температуры будут удерживать растения от вытягивания поэтому обеспечиваем такие условия выращивания мы избежим первоначального вытягивания под семидольного колена друзья и такой вопрос который буквально звучит от многих наших зрителей в комментариях почему мы так рано произвели посев сразу хочу сказать эти растения будут высаживаться в хорошо отапливаемую теплицу поэтому мы провели рано посев если вы будете выращивать но не в отапливаемой теплице либо в открытом грунте то посевы проводить конечно же рано и еще такой момент что вот говорят сколько от посева до высадки 45 дней говорят 50 дней говорят происходит у томата у растения томата но это тоже с какой стороны посмотреть смотря в чем мы будем выращивать но не удержим мы 50 дней или 40 дней в этой кассете понятное дело да поэтому рассадный способ выращивания тоже предполагает различия в своем выращивании а именно различия и в температуре и в освещении это понятно но еще различия в объеме почвы в котором мы будем выращивать я специально к этому видео приготовил несколько видов горшочков различного объема друзья и сейчас наглядно я вам покажу и расскажу вот в кассете сколько мы можем продержать до пересадки если мы их не пересадим нам придется их высаживать в почву можно вырастить от посева в кассету до высадки почвы конечно можно и высадить только не хорошо развитую рассаду а высадить но рассаду три-четыре настоящих листочка ну до пяти иначе потом все растения пойдут перетягиваться в таком стаканчике можно держать немножко больше в таком еще побольше и так далее понятно мы эти растения будем пересаживать затем в объем почвы вот такой порядка полулитра но 400 грамм 400 миллилитров будем пересаживать что делать если вы начали выращивать на улице плохая погода пересадили вы с кассеты сюда расставили понятное дело и как определить что растению уже здесь тесно что его уже необходимо либо высадить в грунт либо что с ним делать либо пересадить горшок побольше вынимаем корневую систему смотрим если корневая система заполнила полностью земляной ком то это растение либо высаживаю грунт либо пересаживаю пошел побольше пересадили горшок побольше и опять выращиваем сколько выращиваем опять же проверяем если заполнился уже этот горшок понятное дело либо высаживаем грунт либо пересаживаем горшок побольше то есть увеличивая объем грунта мы всегда сможем увеличить время нахождения нашей рассады без высадки в грунт если не позволяют погодные условия но либо если дела какие-то не готова теплица и так далее так далее друзья только только пересадка нам поможет продержать растение немножко дольше ну это литровый горшок понятное дело в нем можно держать дольше но надо учитывать что если растения у нас будут вот в таком объеме в литровом то нам придется их расставить порядка 12 растений на один квадратный метр но по технологии так советуют ученые которые занимаются мы изучали жизнь томатов и так далее 12 растений на квадратный на квадратный метр поэтому прежде чем начать посевы следует рассчитать для себя позволит ли вам площадь провести такую расстановку и выращивать больших стаканах если позволит пожалуйста вы сможете высадить в почву уже более развитая ну такое хорошее растение не угнетенное можно дорастить допустим и в таком стакане дорачивали было такое у нас тоже не имели возможности пересадить не имели возможности высадить в грунт и растения яблочки появлялись но эти яблочки не всегда оставались не всегда шли в хорошее развитие затем после высадки частично они опадали и конечно же терялся урожай поэтому лучше всего растение не передерживать если нет уверенности в определенные сроки высадки в грунт то лучше немножко задержаться вообще 40 дней можно в пол литровом стакане растения выращивать при условии расстановки еще раз повторюсь и обеспечения световым и температурным режимом так что рассчитывайте для себя я желаю вам не делать ошибок в расчетах с со сроками посева друзья ну а мы будем продолжать выращивать дальше спасибо всем за внимание всего доброго до свидания до новых встреч кому видео было полезным и понравилось ставьте пожалуйста лайки до свидания